Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Омегон. И это Суши Дома, Россия 23. Погнали посмотрим реакцию. Блядь, я заебал неделю, не доебался. Чё ты опять начинаешь смотреть камеры размахивать? Нахер! Это Владимир, гений авторской кухни. Долгие годы парень оттачивал мастерство, готовя здесь только пельмени и доширак. Сейчас повар уверен, на своей кухне он может сделать всё, что угодно, кроме ремонта. Тайбись нахуй, сука, журналист ебучий, блядь. Получив комплимент от шеф-повара, мы решили узнать, какой шедевр кулинарии он решил приготовить сегодня. Насколько я понимаю, креветки, это будут суши Эбби. Сука, не еби мне мозг. Эй, роллы готовы. Владимир готов творить, однако, в самом начале у гениального повара что-то пошло не так. Блядь, скучно. Чем, сука, это деревянная штучка? А всё почему, блядь? Нет, уж ты с камеры, сука, пиздец. Чем крутить? Владимира считают гением кулинарии не просто так, ведь он легко справляется с любой проблемой на кухне. Это коврик от мышки, я его помыл, нормально сейчас будет. Преодолев трудности, парень приступил к созданию кулинарного шедевра. Видос я видел, что раскладывают его так. Сука, рис говняный, блядь. Сука, липнет ко всему. Чтобы понять причины вражды Владимира с рисом, наша съёмочная группа решила провести расследование. Нам удалось выяснить, что слово рис созвучно с именем актрисы Рис Уизерспун, которая в 2006 году получила Оскар. За главную роль в фильме переступить черту. Таким образом, актриса перешла дорогу Владимиру. Какий банат, блядь, нам? Что ты делаешь, блядь? Лучше пошёл, помог, приготовить нам. Как роллы есть, так мы все, блядь. После ухода Владимира мы заметили интересный факт. На его компьютере открыт сайт поиска дешёвых авиабилетов «Авиасейлз». Кажется, Владимир планирует план побега от нашей съёмочной группы. Ты чё ты творишь, ты постоянно эту будешь хи***ю снимать, блядь? Ты ещё сукай маты мне нахуй будешь запикивать? Пидор, блядь. По словам Владимира, совсем скоро в меню любого японского ресторана будут роллы по его эксклюзивному рецепту. Рядом с суши Эбби, Татаки, Унаги Маки будут Ноги Гоги. Роллы, придуманные Владимиром, название Ноги Гоги не случайно. Владимир утверждает, что в его роллах легко можно найти волос. Да нахуй сэка, блядь, блядь. Ноги Гоги. В скором времени Владимир планирует приготовить цыплёнка табака по... Как это в голове вообще у кого-то умещается? Парень уверен, что легко справиться с этой задачей, ведь он сам родом из табакерки. И вот блюдо готово. Владимир, как гениальный повар, не хочет делать просто роллы, поэтому создаёт из них нечто большее – рис с креветкой и огурцом. Создав эксклюзивную подачу, Владимир приступил к дегустации. Отсутствие китайских палочек гениальный повар с лихвой восполняет наличием кишечной палочки. Кишечная палочка – нормальные роллы, блядь. Вячеслав заказал роллы заранее специально для России 23. Роллы купил, блядь. Ну это ржачно, это реально ржачно. Просто раскидал все роллы, скинул в одну кучу мазика там, всё. И так сойдёт, пойдёт. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.